Если бы я был коронастарем, я бы расскажем о своей шубе как корове. И все удивлялись бы, откуда у меня моя шуба. И все спрашивали бы, скажите, пожалуйста, откуда у вас такая шуба? Кто вам ее привез? Кто вам ее подарил? Кто вам ее купил? У вас, наверное, богатые родственники. А я бы хотел в коронастарную шубу. Все без чьих, коронастар. Ну, потому что я был бы сам коронастарем. И отвечал бы всем. Нет, мне никто ее не подарил. Мне никто ее не купил. И мне никто ее не привез. И я хожу в коронастарную шубу. Потому что вы видите, я сам коронастар. Но они бы мне, конечно, не верили. Но ведь не каждый же день встречишь коронастаря. И они бы у меня просили. Ах, дайте нам, пожалуйста, поносить эту шубу. А я бы отказала. И обо всех категорически отказала. И зайцу, и суслику, и кролику, и волку. Ах, дайте нам, пожалуйста, понесите эту шубу. Ах, дайте нам, пожалуйста, понесите эту шубу. Хотя у зайца шубу не очень хорошего качества. Ее хватает лишь на один сезон. Но я все равно усинималась. Потому что я был бы волк. А волк может себе это позволить. Волк может позволить себе все. Кроме удовольствия за обезьянами. Волки не лазят по деревням. По деревням лазят обезьяны. Но волк тоже очень бы хотелось завезть туда. Высоку. Вот если бы я был обезьянами, я бы прыгала, скакала, мешала, шмыряла в корку бананы, стараясь попасть к кому-нибудь в коку. И мы бы соревновались с другими обезьянами, кто кому попадет в голову бананы. И на нас бы никто не смог достать. Разумеется, кроме жирафа. Потому что у жирафа такая длинная шея, что под ним можно лезть, 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 лезть. И все равно до конца не донесешь. Вот если бы я был жирафа, я бы не был. И никогда не склонял волк. Я бы смотрел на всех всю вверху и вниз. Я бы мог спокойно вылететь к забору и взрывнуть через него. А там обязательно должно что-то быть. Ведь для этого забора и существует. Что за ним, что не растет. И до меня бы никто не смог достать. Потому что для этого нужно было бы прыгнуть. О, чиз. Вот если бы я был леопардом, я бы запросто прыгнул на дерево и отпустил эту жирафу в волку. А потом бы спустился вниз и отпустил волку в округ. Ну, чтобы не отбирал сучек шум. А заодно и гордостаю, чтобы не пушился своей новой шум. Если бы я был леопардом, я бы не боялся никого. Разумеется, кроме леопарда. Потому что, когда ты видишь льва, хочется стать таким маленьким маленьким. И не заметил. И зарыться под землю. Как круто. Если бы я был крутой, я бы рылся и рылся там, под землей. И меня бы совсем не интересовало, что происходит там, наверху. Я бы только иногда вырабатывал, чтобы посмотреть, как там растет трава и как ее щитлют бараны. Бараны ходят по полю, щитлют траву и греют свои спинки на солнышке. И ни о чем не думают. Нет, неправильно. Они иногда так задумываются, вот если бы я был бараном... Да. Спасибо. А я ведь и есть баран. Бег!